Поэтому в доме у вас будет очень тихо. Это важно. Многие не соображают. И как-то я пока выбирал, бегал, больше всего мне понравились финские домики из бруса. Многие любят из бревен и рассказывают про какую-то экологичность. Когда им начинаешь рассказывать, чем эти бревна пропитывают, чтобы их жуки не жрали, чтобы они не горели, одно другое. В общем, там находиться нельзя, по-моему, при такой концентрации. Это раз. А брус, он для того, опять-таки, кто не знает, это напиленные бруски, которые вместе склеивают. Получается большое, квадратное, условно, бревно, которое складывают. И вот. Выглядят финские домики. Картинка. Такие красивые. Но внутри, как бы это поприличнее сказать, чихнешь на первом этаже. На втором этаже все прекрасно слышно. Прекрасная слышимость. Как там жить? Непонятно. Возможно, одному там нужно жить. Возможно, да. А если у тебя какие-нибудь там коты, собаки, попугаи, наслаждаться будут все просто. Да. И уж я не говорю, что если у вас домик это стоит где-то рядом с дорогой, то спать вы будете словно бы прямо вот как бы в палатке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова